Глаз да глаз. Сотрудники МЧС в рамках профилактической акции проводят рейды в частном секторе. Проверяют состояние печей, наличие пожарных извещателей, целостность проводки и герметичность газопровода. В вопросе безопасности нет мелочей. Приходит специальный человек, прочищает, смотрит котёл, дымоход, всё. Сами смотрим, чтобы не был засоренный. Извещатели во всех комнатах у нас стоят. На особом контроле многодетные люди, которые ведут асоциальный образ жизни, а также одинокие и инвалиды. Внимание к пенсионерам не случайно. По статистике, больше половины возгораний приходится именно на их дома. Виной не всегда плохое отопительное оборудование. Порой подводят память и зрение. И здесь на помощь приходят спасатели. Я услышала, что проходят акции. Поэтому я позвонила в МЧС, чтобы приехали и проверили, всё ли нормально у нас к зиме. Идёт зима. Посмотрели котёл мой, посмотрел наше электрооборудование. Обратиться в МЧС для проведения профилактической проверки жилья может любой желающий до 1 ноября. Для этого нужно позвонить по номеру 112. Процедура бесплатная. Кроме того, спасатели могут помочь с установкой пожарного извещателя. Главное – его наличие. Основная цель этой акции – предупреждение пожаров из-за несоблюдения гражданами правил пожарной безопасности. В этот период особое внимание уделяется печному отоплению и соблюдению всех правил и подготовленности печи к отопительному сезону. За 9 месяцев этого года в Бобруйске произошло 84 пожара. 12 человек погибли. 11 спасены. МЧС призывает соблюдать правила пожарной безопасности и следить за исправностью тепла и электроприборов. Легче предупредить опасность. Никита Александров, Станислав Чичерин, Дмитрий Шевцов. Бобруйск, 360.